Здороваясь, они, как всегда, явно говорят, я говорю, здравствуйте, они, здравствуйте, я говорю, не слышу, бодро так, ну-ка еще раз, когда дети начинают, энергетика пошла такой, такой круговорот, и мы начинаем общаться. Для детей я написала шесть книг, и вот я привезла сюда сказку, в основном сказки «Камень счастья, лягушка и руда», но так как у нас буддийская, у нас центр буддизма, у нас самфобуддийская Россия, Россия как бы центральная, наш Дамбай и Шеев всегда около Путина, когда какие-то большие праздники вместе с иерархами церковными, российскими, и у нас почитание есть определенное, ну как бы и у всего населения, у нас так получается, если у нас идет Сагалган, это Новый год, у нас народ, у нас официальный праздник, мы все вместе отмечаем Сагалган, Новый год, все везде вместе. И даже иногда у нас, вот у нас собираются там в центре города в виде такого чумы, я не знаю, юрты шаманские, как бы центр открывать, то что как бы буряты были, в общем-то, язычниками, они были приверженцами шаманизма, и у буряты, у буддистов, у ламв даже где-то, у них есть какие-то общие духовные места. Особенно, кстати, это касается Тунгей, потому что именно Ксензе писали, это ужасное место, там топи, у нас Евгений Семенов писал про истории, как вот Ксензе там были, а буряты там считают, что это священное место, там духи, и в общем-то они там прямо все. Ну там действительно летом, когда едешь, там такое разнотравие, такой запах, и там считалось, по легенде, жил старший сын Чингисхана Джучи, там его, как бы его тумен был, ну, как бы у них там тысячами, как бы все его воины там жили, а Чингисхану у монголов и у бурятов очень священное отношение до сих пор, очень много книг пишут про Чингисхана, там в Монголии у нас недалеко, там Чингисхану, там, что называемые, какие-то огромные статуи, посвященные Чингисхану. Ну, возвращаясь опять к своим, так сказать, книгам, и вот камень счастья я придумала для, не знаю как, я тоже уважаю, в общем-то, буддийские святыни. Я пришла в музей истории, у нас, когда в 30-е и 40-е годы в Советском Союзе у нас полностью уничтожали все, что касалось религии, атеизм был, и церкви закрывали. У нас, кстати, в этом музее истории очень много реликвий есть католической, у нас свой католический храм был, в 1911 году он был открыт, такой небольшой, и, по-моему, в 29-м уже его закрыли. И там вот иконы, в общем-то, очень много, ну, как бы, религиозных атрибутов тоже находятся в музее истории. И также там буддийские находятся, и как бы статуи, потому что у бурят, у них поклонение в основном статуям идет, то есть Будды, там Будда сидящая, белая тара, это как бы богиня-мать, она как бы считается, ну, такая в возрасте, и зеленая тара есть. А зеленая тара, юная девушка была очень такой, настолько доброй, что кто просил, она могла даже отрезать кусочки от себя. Принцесса была, я точно не могу сказать, то ли, как бы, все в основном идет откуда-то, вот, ну, может быть, и китайская принцесса, может быть, и индийская принцесса. И я когда увидела эту статую, мои ноги к ней подошли сами, и там, как бы, есть определенные подношения, там какие-то копейки, еще что-то кладешь, и у меня было ощущение, что это живая. Вот, как-то у меня хорошее изображение. И я позвонила прямо в Волгинский дацан, это в центре нашего буддизма, и сказала, почему не забираете вот эту буддийскую зеленую тару, потому что пусть люди ей поклоняются, почему она в музее будет. Они сказали, нет, мы не можем, там очень много разной документации, то есть невозможно вернуть. И я еще узнала, что, оказывается, она с какого-то, с монгольского дацана. В общем, она, очевидно, тоже в свое время разрушена, там что-то. И я даже не могу сказать, почему я решила написать про нее, но я написала сказку, вот, про... Не показывая, что это про богиню. У меня просто там мальчик-бояр попал в аварию и был в больнице, и, в общем-то, тетя его забрала. Но, в общем-то, это книжка немного о детях, ну, больных, как бы, да, чего-то лишенных. И чтобы они не отчаивались, вот к ним приходит на помощь вот такая волшебница. Вот у него такой рисунок, он находит камень зеленый и помогает кукушке, а кукушка, так сказать, открывает тайну, и из этого камня появляется такая волшебница. И она ему поможет выздороветь, поможет ему в тяготах определенных, потому что тетя была недобрая. И в самом-самом конце там выяснится, что это совсем даже не волшебница, а богиня. Он потом узнает, когда с отцом поедет. Да, в самом-самом конце я опять картинку вам покажу. А вот здесь еще у меня есть… В этой книге я небольшую, так сказать, тайну открываю для детей. Не знаю, знаете ли вы, если занимаетесь такими духовными изысканиями, что у каждого человека есть книга жизни. Но дети точно не знают. А вы знаете, что есть книга жизни у каждого человека? Ну есть, действительно. Вот по буддийским таким законам у каждого человека список Акаши записывается, как кинофильм. Он как бы каждый день у человека, что ты совершаешь, вот видите, значит надо было прочитать. И что ты совершаешь, да, вот все ваши поступки записываются. И когда приходит ответственный момент, она раскрывается, эта книга, и пробегает, как бы, и вся информация пролистывается. А здесь я детям прямо у меня тут… Она, волшебница, подходит, открывает эту книгу к плечу, как бы невидимая, она как живая, как будто в тумане. И там все ходят, разговаривают. Ну и она прямо волшебница мне говорит, вот ты сегодня действительно хорошая была, а тетя к тебе плохо относилась. И потом, когда второй раз он попросит показать эту книгу, она, ну, чтобы папу увидеть, что он с папой жил, вместе с папой попал в аварию. И когда он закричит, типа, папа, папа, посмотри на меня в этой живой книге, она скажет, что это книга жизни, она есть у всех, но ее никто не видит. Это я тебе ее показываю. В общем, в таком плане, то есть как бы небольшая информация, чтобы дети знали, что жизнь сложна, что надо серьезно относиться к своим поступкам. И там в самом конце, когда отец уже приезжает за ним, они едут в Датсан и, значит, и там ломаем, говорит, что вам надо обратиться к Зеленой Таре. У нас так принято, вот, когда приходят буддийские Датсаны, там, у нас ломают астрологи, они там просматривают, говорят, вот так-то, так-то у вас в этой жизни будет, вам надо так-то, так-то. Но обязательно надо обратиться к Зеленой Таре, и она вам поможет. И он сказал, «Онтари тудари турисуха» – это мантра. То есть у буддистов очень много мантр. И Тара, вот это, то есть, вы говорите, если вам что-то тяжелое, вам надо обратиться. И волшебница, когда улетала, тоже ему так сказала, что вы говорите «Онтари тудари турисуха», и Зеленая Тара обязательно вам поможет. И мальчик запомнил и стал произносить. И вот я когда детям рассказываю про эту книгу, они прямо её хотят все забрать и говорят, «А там точно написаны эти слова?» Я говорю, «Да». Написаны. То есть эта книга о том, что есть высшие силы, которые помогают детям, что никогда не надо отчаиваться. В общем, это вот я специально её написала. В общем-то, детям она нравится. А в этом году по гранту у меня вышла новая книга для подростков «Приключенческое тайное озеро Сарексан». Опять же, у нас в Бурятии очень много исторических таких моментов было. И опять я, дети, ну вы наш город не знаете, у нас как бы город разбит на несколько частей. Там есть станция дивизионная. В 1914 году, ну это вообще как бы никто не знает, у нас было 28 тысяч пленных австрийцев. Представляете? В нашу сторону всегда почему-то очень много отправляли иностранцев. Я не знаю, как... У нас я знаю, что там есть какие-то захоронения у них. И венгры у нас были. И когда началась гражданская война в 1919 году, у нас был штаб, там же на той станции дивизионной, это окраина города, там просто горы и железная дорога вот так подходит. И там был... Ну, вы в курсе, наверное, да, что тут чешский корпус-то по всей Сибири шёл, да? И в поддержку этого чешского корпуса был отправлен американский полк. И он был у нас, ну да и в Верхнеудинске, был распортирован и командовал этим штабом всем американский полковник Муроу. И под его началом была дикая дивизия, там, в общем-то, Семёнов, там тоже Семёновцы были. И также растянулась с Владивостока до Верхнеудинска билённая армия генерала ООО. Ну, я этим как бы интересовалась, ну, в связи с тем, что усилена историей заниматься... Вот, Василий, я смотрю, такие мощные книги. Это очень, как, отлево, когда ты работаешь с журналистом, там, где-то там что-то. Я, это, ну, приключенческом таком жаре, то есть я куски брала, действительно, как бы информацию, чтобы, ну, это соответствовало действительности, а что-то другое, просто, чтобы хотя бы дети знали, что у нас такая была история. И у меня два мальчика, значит, Боря и Миша. Боря у нас отличник, он умный так, а Мишка так себе его, хулиган, который читать-то не любил. И они подглядывали за соседом. И почему-то думали, что сосед колдон, потому что сосед постоянно жёл в костёр, и летали вороны. Я сама была однажды на шаманском обряде, и я видела, как, если не очень, как бы, тёмная сторона, то там действительно могут летать вороны. И, в общем, они этого дяди Толя страшно боялись, но были очень любопытные, бегали, следили за ним. И когда они, ну, он постоянно уходил в лес, они однажды нашли пуговицу какую-то с салами, ну, поняли, что это белогвардейская какая-то странная пуговица. И за дяди Толя они однажды пошли и попали в туман около небольшого озера, вот это озеро Сариксан. И попали в прошлое время, как раз, когда шли белогвардейские бои с Красной Армией, и были свидетелями, как заносили какие-то ящики под номером 79. Кто-нибудь знает? Да, это что-то. Кто сказал золото? Да, номер 79, таблица Менделеева, это золото. Ну, в общем, и там вот это всё движение, и как раз мальчики решили искать клад. В общем, они за дяди Толей следили, выяснили, что у дяди Толя отец белогвардейский офицер, а бабушка у него шаманка по имени Аякчан, и она знала очень много разных тайн. Ну, в общем-то, это и книжка поэтом называется «Тайна озера Сариксанна и подростка». Вот это тектиф, да? А? Да, такой подростковый, да. И вот третья книга, которую я дарю, это вот поэты книги, у меня несколько поступлений. Это рассказы о любви. Это я начинала свои рассказы, но начинала я почему-то с мистики. То есть я немножко верю во все эти движения материи нашей, что мир сложен, что в нём существует очень много разных прослоек, что и тёмная сторона есть, и светлая сторона. И когда я стала писать в начале 90-х годов, я работала инженером до этого, и у меня очень хорошо стали печататься рассказы, в чете стали печататься рассказы. У нас, в принципе, можно было бы заняться как бы серьёзно, но мне стало страшно, потому что мне стало казаться, что за мной кто-то стоит. Вот прямо будто бы какие-то силы стоят и рукой пытаются вести, чтобы я писала о колдунах и так далее. И я автоматом перешла на сказки, то есть как бы, ну, чтобы себя спасти. И интереснее как бы, ну, не хотелось, потому что я и Гога читала, боялась, и Алексея Константиновича Толстого читала тоже, мне было страшно. И Эдгар Попа, по-моему, да, у нас там тоже страшные такие. И, в общем-то, я насобирала вот рассказы о любви, потому что они тоже, в принципе, где-то нужны для молодёжи мистические рассказы и житейские рассказы. И вот у меня вышел сборник «Последняя встреча», ну, такой большой довольно-таки, в 2008 году. Там я все свои очерки тоже журналистские собрала, в общем-то. Ну, а здесь я именно, ну, такие, ну, те, которые я посчитала, что они важны для молодёжи, чтобы молодёжь читала. Но самое интересное, если детская литература идёт очень хорошо, уже молодёжь как-то у нас в последнее время стала читать не очень много. Ну, да. Ну, вот, а, и в этом году, вот в том году даже, в декабре, в середине декабря, мне позвонили иркутяне, издательский дом, Байкальский дом, и они сделали мне запрос, чтобы я написала сказку про Байкал. Ну, типа того, что популяризация озера Байкал, там животный мир, чтобы интересное что-то такое было для детей, и со словами сказали, чтобы я как бы именно, ну, бурятскую такую сказку написала. Я вот написала, у меня мальчик Зорик, эта книжка выйдет на Россию вот уже в следующем году. Мальчик Зорик, значит, едет к дедушке Доржи на Байкал, и в новогодние ночи с мамой, и они идут рубить ёлку, и когда мальчик увидит, что очень красивая ёлочка, ему становится жалко, он говорит, дедушка, не люби ёлку, пусть она растёт, мы лучше игрушки на ёлке повешаем. И ему падает откуда-то шишка, похожая на игрушку. Он её кладёт в карман, а потом увидит небольшого ёркого зверка коричневого с жирыми глазками, бусинками, в котором крадётся рыжая кошка большая с такими, с кисточками. Он эту рыжую кошку отпугнёт, ему падает. Третья шишка, вторая шишка, а третья шишка, он нерпёнка увидит, и нерпёнку скажет, ну, вернее, даже не скажет, а крикнет, беги, а то тебя кто-нибудь поймает. И когда ему падёт третя шишка, к нему подходит очень такой высокий человек с седыми волосами волнистыми, похожими на волны, в синей шубе, и скажет, мальчик, ты хорошие дела делаешь, очень редко бывает такое у нас на Байкале, я тебя отправлю в свои заветные места, и он там стукнет посохом, появится гул такой, и три человека подойдут в шубах. Женщина, у которой будет колокольчик звенеть, а когда она будет поворачиваться, будет сильный ветер гудеть. Мужчина в тулупе, у которого молнии в глазах будут сверкать, потому что он такого твёрдого характера. И моду парень малахает, на бекрине шапки весёлый такой, с чуть-чуть такими узкими глазами. Это три ветра у нас на Байкале, култук сарма и бургузин, и отвезут в заветные места, и с этим мальчиком происходят в общем-то интересные приключения, и как бы там будут показаны все наши животные, там, омуль, нерпа, там, ведведи, потом у нас ещё голомянка есть, рыба такая прозрачная, которую вытаскивают на берег, она тает, её нет. Там ещё как бы некоторые виды животных. Ну, в общем, эта книга будет выходить в 2018 году, и в общем-то она должна пройти, как бы, ну, мне сказали, что она там через Газпром пойдёт, через Сбербанк, в общем-то, через все такие крупные российские фирмы. Ну, вот и всё вкратце о себе. И я дарю, получается, вам три книги, детям, которые будут приходить. И вот так как у вас, там же, придут журналы, да, газеты наши, и газеты, и я хочу вам подарить. Такое ощущение, что вы так легко пишете, создаётся. Может, так и есть? Ну, да, вы знаете, вот, особенно по заказу, который мне вот сказали, я её за полтора месяца не писала. Ну, самое интересное, я пишу только зимой. Потому что у меня детство в Икутии прошло, там было очень холодно, у меня какой-то ассоциативный ряд такой создался, не понимаю, либо я в детство захожу, я сама не понимаю, что, ну, как бы, действительно, как бы, творческий процесс, рассказ я могу за два часа ночь, ночь, это у вас начинается, нет, ночью я боюсь. Большое спасибо, дорогая Анна, это очень ценный для нас подарок, мало то, что это замечание, очень текущие, друзья, я даже сказал, что кто-то на пленой стоит, и затем вы получаете, мы звали коллеги, вы также член полонийной организации, поэтому это важно, не только для культуры художественной петербурги, если бы, можно сказать, детской художественной петербурги, но еще и важно для нашего полонийного движения по всей России, чтобы в связи с тем, что у нас такая и очень красивая ситуация складывается, чтобы общественность знала, что поляки дышат не только о Польше, говорят не только о Польше, они также очень уважают Сумалу и Родину, они хотят сделать добро для общественности, для людей, которые не захватят, для детей в первую очередь, чтобы они об этом знали, чтобы они это помнили? Потому что мы живем в холодной стране, мы должны как бы своих детей воспитывать все эти радости. Ну что там ребятишки нашли, это золото. Хороший пиарный год. Самое интересное, я ее написала с продолжением. Они, значит, попали в этот круг времени, узнали, что там золото, стали за этим дядей следить, дядей Толя, в общем, даже с ним подружились, выяснили, что там еще кто-то там искал клад, он потерялся. И они еще нашли, там вот еще карта была. И они другую карту нашли, нашли обычный клад, там с иконами и так далее. А золото пока не нашли. Ну я думаю, ну клад они должны все равно какую-то, не этот клад. У меня ребята, которые эту книгу взяли, говорят, по три раза читают, а потом говорят, а почему, почему ход-то не может. Дорогая Анна, от руководства Культурно-национальной организации Полонии Республика Хакасия и непосредственно от Леончика Сергея Владимировича мы дарим вам эту книжку. Спасибо большое. Спасибо вам. Так, а газетки возьмете по иллюстрации? Иллюстрации, в общем-то, мне и студенты делают, вот в рассказах у меня студенты, причем она дипломница была. Она пришла ко мне на работу, сказала, вы мне награду, я сказала, да, она говорит, мне сказали, что вы живой писатель. Я говорила, ну почему меня-то? Она говорит, ну остальные же умерли. Они почему-то думают, что писатели почти все умерли. И она вот как бы диплом делала и сделала иллюстрации, выбрала рассказы. А вот в сказках у меня Марина Маслова, она, в общем-то, художница. И, да, ну вот у меня на телефоне есть, те, которые в Иркутске выйдут, там вообще фантастические иллюстрации. Ну там и книга, очевидно, будет огромной. Вы все спеваете, и газеты, и книжки, и стихи, и... И еще я работаю педагогом дополнительного образования с юными журналистами. У меня две работы. Я как бы редактор. Я как-то автоматом так. Уже настолько привыкла с детьми. Я говорю, слышу голос детский, я уже... Это судьба уже, конечно. А? Это уже болезнь. Когда начинается, я говорю, это болезнь. Ты этим уже заболела, уже все, уже не может быть. Учитель — это не профессия, это диагноз. Да, да, да. Я когда еще юной была, у меня сын родился, мне сразу сказали, что я должна с детьми как-то... А я еще 9 лет инженером работала. Все, спасибо. Вам спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok